ММУНОВАК ВП-4 инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения НПО Микроген ИО, Россия, КОТЭТИКС, G07X, активное вещество, лекарственное. Форма ММУНОВАК ВП-4 форма выпуска, упаковка и состав препарата ММУНОВАК ВП-4. Леофилизат для приготовления раствора для интраназального введения для приема внутрь одна доза антигена условно. Патогенных микроорганизмов Смесь водорастворимых антигенов микробных клеток Стафилокоп, Кусареус, Калпсиолоп, Неумане, АП, Ротеус, Волгарес и Ширичиэколи 4 мг 1 доза, флаконы, 10 пачки картонные. Клиника Фармакологическая группа ММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА МИБП ВАКЦИНА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В основе механизма действия препарата лежит активация ключевых эффекторов врожденного и адаптивного иммунитета. Препарат активирует фагоцитарную активность макрофагов, корректирует количество и функциональную активность субпопуляции лимфоцитов. СИДИ-3, СИДИ-8, СИДИ-16, СИДИ-72 программирует пролиферацию и активацию СИДИ-4Т лимфоцитов по ТХ1 пути, увеличивает продукцию ФНИА и ФНСИТИ. Корректирует синтез изотипов иммуноглобулинов в сторону снижения ЛГИ и повышения ГГИ и ГСЛГИ. Вызывает выработку антител к четырем видам условно-патогенных микроорганизмов, антигены которых входят в состав препарата, а также к другим видам стриптококкус, пневмония, хромофилус, инфлуенза и ДР. За счет наличия в используемых антигенах широкой перекрестной протективной активности, клинический эффект проявляется в уменьшении частоты острых инфекций, сокращении продолжительности их течения, уменьшении тяжести симптомов, а также снижение вероятности обострения хронических заболеваний, уменьшение объема принимаемых лекарственных средств. Показания к применению иммунотерапии или иммунопрофилактика у детей от 3 до 18 лет и взрослых. Дети от 3 до 15 лет. Воспалительные заболевания органов дыхания, ФТ. Часть хронические, через 5-7 дней после начала базисной терапии, а также во время притчезонного увеличения числа респираторных инфекций. Профилактика респираторных инфекций у детей, часто болеющих ОРЗ, более 4 раз в год, в Т. Ч. У детей, ранее не посещавших учреждения с организованными детскими коллективами, перед поступлением в детские учреждения, дошкольные. Школы, аллергические заболевания, бронхиальная астма, абструктивный бронхит, атопический дерматит, полинозы, период ремиссии. На фоне базисной терапии, предпочтительно во время притчезонного подъема заболеваемости или сразу после купирования обострения на в фоне базисной терапии дисбактериозы, вызванные условно-патогенной микрофлорой при атопических дерматитах. Дети старше 15 лет и взрослые, хронические рецидивирующие воспалительные заболевания органов дыхания в стадии обострения через 5-7 дней после начала базисной терапии, период ремиссии, а также во время притчезонного увеличения числа респираторных инфекций. Аллергические заболевания, в ТЭД, часть бронхиальная астма смешанного и инфекционно-аллергического типов, атопический дерматит, период ремиссии на фоне базисной терапии. Или после купирования обострения на фоне базисной терапии, профилактика респираторных инфекций у лиц, часто болеющих ОРЗ, более 4 раз в год, период притчезонного подъема заболеваемости. Способ применения дозы препарат принимают по комбинированной схеме интерназально, затем внутрь. Во флаконус препаратом непосредственно перед применением с помощью шприца вносят 4 мл растворителя, натрий, ахлорида, раствор 0,9%. Для инъекций или кипаченая вода температуры 18-25 градусов и перемешивают. Время растворения не должно превышать 2 минуты. Растворенный препарат можно хранить при температуре от 2 градусов до 8 градусов в течение 3 дней и применять при отсутствии помутнения. Препарат вводят интерназально-медицинской пипеткой. При пероральном введении необходимый объем препарата набирают шприцом и переносят содержимое шприца в ложку. Применять препарат начиная с интерназального введения. На пероральное введение препарата переходит только в случае, если интерназальное введение больное переносит без значительных реакций. Повышение температуры тела не более чем на 0,5 градусов с отсутствием бронхоспазма. Схема введения препарата детям старше 3 лет и взрослым Номер процедуры интервал между введениями объем вводимого Раствора способ введения примечания детям и взрослым 1-1 капля 1 капля В 1 носовой ход 2-1 день 2 капли 2 капли по 1 капле в каждой носовой ход 3-1 день 4 капли 4 капли по 2 капли в каждый носовой ход. Интервал между 3 и 4 введениями 1-3 дня 4,05 мл 2 мл внутрь через рот Прием пищи не менее чем за 1 час до приема препарата Следующий Прием пищи не менее чем через 2 часа после приема препарата 5-3-5 дней 2 мл 4 мл внутрь через рот 6-3-5 дней 4 мл 4 мл внутрь через рот 7-3-5 дней 4 мл 4 мл внутрь через рот 8-3-5 дней 4 мл 4 мл внутрь через рот 9-3-5 дней 4 мл 4 мл внутрь через рот 10-3-5 дней 4 мл 4 мл внутрь через рот 11-3-5 дней 4 мл 4 мл внутрь через рот При введении очередной дозы для приема внутрь необходимо учитывать интенсивность реакции на предыдущие пероральные введения препарата При последующем введении дозу препарата не увеличивают при повышении температуры тела более чем на 0,5 градусов При недостаточно выраженном эффекте при условии отсутствия реакции на 7-8 пероральное введение препарата Если температура больного не более 37-5 градусов Рекомендуется для взрослых продлить курс приема препарата с тем же интервалом введения в дозе 4 мл Максимальное количество пероральных введений для взрослых 10, для детей 8 Проведение повторных курсов иммунотерапии не ранее чем через 1 год при наличии показаний Побочное действие возможно кратковременное 12-24 часа повышение температуры тела до субфибрильных значений 37-1-37-6 градусов Заложенность носа, кашель, кожный зуд Указанные побочные реакции проходят самостоятельно в течение 1-2 дней В случае повышения температуры тела больного до 38-5 градусов Сохранение ее через 36 часов после введения препарата на уровне 37-6 градусов И выше, а также при возникновении других побочных эффектов введения препарата прекращают У больных бронхиальной астмы в редких случаях возможно обострение основного заболевания В случае возникновения бронхоспазма или приступа бронхиальной астмы проводится противоприступная терапия и вопросы о дальнейшем введении Препарата решается врачом или орголовом Учитывая возможность возникновения анафилактического шока В редких случаях у особо чувствительных лиц необходимо обеспечить медицинское Наблюдение за привитыми в течение 30 минут после введения препарата Места проведения иммунотерапии и иммунопрофилактики должны быть оснащены средствами противошоковой терапии Противопоказания к применению Психические заболевания Период обострения Клология, нозы Туберкулезный процесс Любой локализации Период обострения Хронические заболевания В стадии декомпенсации Острые лихорадочные состояния С гипертермией и GT 38 градусов Возраст до 3 Лед Эффективность и безопасность не установлена Беременность Период кормления грудью Повышенная чувствительность к компонентам препарата Применение у детей Противопоказан детям В возрасте до 3 лет Эффективность и безопасность не установлена Особые указания Перед использованием необходимо произвести визуальный контроль препарата Растворенный препарат должен представлять собой желтоватого Цвета Слабоаполисцирующую жидкость без взвешенных частиц Непригоден к применению препарат во флаконах С нарушенной целостностью Отсутствием маркировки При изменении физических свойств Цвет прозрачности ДР При истекшем сроке годности Неправильном хранении Иммунотерапию препаратом проводят на фоне базисной лекарственной терапии Отмена лекарственных препаратов базисной терапии Возможно по решению врача После проведения курса иммунотерапии препаратом Иммуновак ВП4 Лекарственное взаимодействие Используют в комплексной терапии с другими лекарственными средствами Совместим с антибиотиками, противовирусными, противогрибковыми и антигистаминными препаратами, бронхолитиками, картикостероидами, бета-адреномиметиками При проведении иммунотерапии или иммунопрофилактики не рекомендуется использование других иммуномодуляторов за один месяц до начала курса И в течение третьих месяцев после проведения курса иммунотерапии или иммунопрофилактики препаратом иммуновак ВП4 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok